Церковь русская, красуйся, великуй! Церковь жалоб твоя, пресловно вычлют, во славе пресса я, радующийся! Преосвященный епископ Калистрат, ныне силой, действием и наитием животворящего духа, через возложение на твою главу архиерейских рук ты облегся силою свыше, и тем приобщился к сонму епископов Русской Православной Церкви. От лица собратьев, архипастерей и всех молившихся сегодня за божественной литургией поздравляю тебя с этим величайшим в твоей жизни событием. Волею Божию ты отделен от среды пресвитеров, как говорит о том деяния святых апостолов, и призван пасти Церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею. Движимый долгом предстоятеля, обращаю к тебе слово назидание, выслушай его с вниманием, слагая слова в сердце своем. Твоему окормлению вручается новообразованная горноалтайская епархия. Стремясь, чтобы слово Божие росло и распространялось, в обверенном тебе уделе неустанно заботься о воспитании подрастающего поколения в вере и в христианской нравственности. Тебе надлежит также иметь попечение об открытии монастырей, строительстве новых, восстановлению порушенных в прошлом храмах. Но главное, будь истинным хранителем апостольских преданий. Помни, что по слову апостола Павла, епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Тот же апостол говорит, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Ибо раб не больше господина, и ученик не выше учителя. Всегда помни, что архипастырь, как живой образ Господа, распятого нас ради человек, приемлет свою меру страданий во имя подвига положника нашего спасения. Молитвой за паству, за врученную тебе местную церковь, постоянным духовным бодрствованием, ревностью о славе Божией, терпеливым преодолением искучений, чистотой помыслов и праведностью дел, возгревай дар Божий, который в тебе через рукоположение. Будь учителем и проповедником веры Христовой, не только для пастырей и мирян, но и для внешних. Неустанно возвещай пути обновления духа, памятуя слова апостола языков, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Не забывая о том, что Слово Богочестивого Священнослужителя всегда властно, назидательно и весомо, потому что подкрепляется самими его делами. Даже некрасноречивый проповедник, убедительнее искусного в слове, но не искусного в жизни. Поставленный ныне промыслом Вседержителя на высокую свешницу епископа, будь образцом для верных в слове, в житии, в духе, в вере и в чистоте. Стремись стяжать добродетели любви к Господу и смирения. Сам постоянный начальник, призвавший тебя к трудам в вертограде своем, видит твое добронравное житие, сохранит и многоплодный сотворит плод, дарованный тебе ныне благодатью. «Совершай дело Божие так, чтобы вместе с апостолом Павлом ты мог сказать, живу уже не я, но живет во мне Христос». Особое попечение имей о клириках епархии и о готовящихся стать таковыми. Согласно повелению апостола, скоро рук ни на кого не возлагай, но прежде тщательно испытывай в благочестивой жизни, в искреннем намерении быть служителем алтаря Господня и народа Божия. Твой долг строго следить за тем, чтобы пастыри со страхом и трепетом, с благоговением и ревностью совершали свое делание. Заботись о пользе словесного стада Христова, наказывай провинившихся без гнева, но милостиво, как чад, подражая Господу, который кого любит, того и наказывает. Вместе с тем никогда не забывай поощрять тех, кто известен своей доброй жизнью, заблокотится о благолепии церковном и все силы отдает попечению о духовно-нравственном обновлении пасты. Воспитывай веряемых тебе чад церковных для Царства Небесного, дабы, представь день он и принялицеприятным судьею, сподобился ты радости и венца похвалы за духовных детей своих, которых дал тебе Бог. Всегда помнишь, что литургическая чаша есть центр, вокруг которого должна выстраиваться жизнь церковной общины, посему совершай божественную Евхаристию как можно чаще, ибо через участие в ней подается сила свыше, укрепляющая узы братской любви между верными. Памятуй слова пророка Исаии «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову», подавая людям пример милосердия, проливляя заботу о больных, престарелых, одиноких, нуждающихся в помощи, в утешении и в поддержке. Верю, что божественным промыслом, явленным в решении Священного Синода, ты поставляешься туда, где ты нужнее всего, где можешь и должен совершить подвиг добрый, приносить Господу старичный плод в терпение. Прими же сей жезл, как символ, дарованной тебе от Бога духовной силой и власти. Да будет он знаменем, призывающим тебя к неленостным трудам по кормлению словесного стада на путях спасения. Преподай же от излившихся ныне на твою главу даров Духа Святаго свое первое архипастерское благословение всем, молившимся во время свершения хератонии о неспослании тебе непорочного епископства. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok